Что ты творишь, Мурата? Битва Бласта против Гарроу, который убивает Геннесса, а потом появление Сайтамы. Серьезный, злой, как никогда. Герои умирают от космической радиации, которая исходит от самого Гарроу. Бэнк понимает, что им кто-то управляет и пытается достучаться до него. Но Гарроу говорит, что он все делает по своей воле. И тут неожиданно появляется Бласт. Неожиданно для них. Но мы-то с вами знаем, что он с защитниками должен был прибыть на поле боя. Кстати, где наш Борос и остальные герои? Непонятно. Скорее всего, они направились на другую сторону планеты, где Земля вздулась. Чтобы это исправить. Бласт говорит, что это бог управляет телом Гарроу. Бэнк и Гарроу удивились, услышав это. А Бласт отвечает ему. Ты не мог определить природу божественной силы, которую тебе дали. Любая атака, которую ты совершишь, находясь на этой планете, может поставить под угрозу само существование всех живых существ. То есть Бласт понимает, что Гарроу представляет угрозу не только героям и остальным людям, но и всему живому на планете. Исходя из этого, мы узнали, что бог хочет уничтожить все живое. Хотя, наверное, и так это все поняли. Гарроу затыкает Бласта параллельно, спрашивая, что ему, по его мнению, надо делать. Раз уж тот говорит правду. Бласт говорит, что если тот действительно его понял, что надо переместить его в другое измерение, так как само его нахождение на этой планете уже начинает уничтожать все вокруг. Мы видим героев, которые уже заражаются космической радиацией. Бласт замечает, что Гарроу все еще в сознании, и бог не властвует над ним полностью. Он надеется, что Гарроу его послушает, но тот лишь смеется над ним. Ха-ха-ха-ха! Божественная сила? Совсем неплохо! Даже просто мое присутствие означает смерть! Я наконец-то становлюсь символом страха! После этих слов он продолжает кричать о том, что он абсолютное зло, и что ничему и никому его не остановить. Бедный Бэнг продолжает свои попытки достучаться до Гарроу, говоря, что ему сперва придется убить своего бывшего учителя, чтобы пройти дальше. Гарроу думает о том, чтобы убить Бэнга. Еще это Рео, которого он не может больше увидеть, для его же блага. Это говорит о том, что человечность в нем еще не погасла, но это лишь пока что. То, что произойдет дальше, повергнет вас в шок. Так что приготовьтесь! Бедная Монако пытается убежать от радиоактивной зоны, но оказалось, что она все-таки заразилась. Она падает и видит неподалеку малыша Торео. Это последняя сцена с Монако в этой главе. Я более чем уверен, что в следующей главе нам покажут, как она будет тащить с собой Торео, истекая кровью через боль и страдания. Она спасет Торео, и возможно, мы ее потеряем. Но если мыслить не реально, а позитивно, то, возможно, ей удастся выжить вместе с Торео. Кто знает, может, они встретят Бороса, который посмотрит на них, улыбнется и уведет в безопасное место. Возможно, они уже эвакуируют всех людей в другое измерение. Кто знает. Далее, Бласт и Бэнк слышат крик Геннесса, который просит их отойти в стороны. Он пролетает сквозь них прямиком к Гарруу, как ракета, и пробивает его пресс своей головой. Он пытался откинуть Гарруу подальше от всех остальных, чтобы те не умерли от радиации. Но этот удар даже не сдвинул Гарруу с места. Он просто хватает Геннесса за голову и начинает издеваться над ним. В этот момент Бласт стреляет в Гарру пространственной пушкой, от которой он не смог бы вернуться. И Бласт начал избивать его, как младенца, не давая тому и шанса. В итоге Бласт запечатывает его в другом измерении. Но потом... Неожиданно появляется другой портал, из которого выходит Гарру, скопировавший его силу пространства. Он незамедлительно атакует Бласт и его же техника, ядерное давление с ядерными взрывами, которые опасны радиацией, как мы все с вами знаем. После этой атаки они отходят друг от друга. Бласт смотрит на океан и видит, как живые существа умирают от радиации. Если это немедленно не остановить, то скоро будет конец света. И еще, надо всех предупредить. Гарру говорит, что Бласт заслуженно является номером один в С-классе. Но сейчас он не стоит даже его внимания. Он хватает Геннесса за голову и говорит, что тот лысик все еще не показывает всю свою силу. И когда он это сделает, он скопирует его силу и сможет выиграть. Но сперва он хочет заставить его сражаться всерьез. Он замахивается на Геннесса. Бласт в шоке. Бэнк кричит ему. Стой! Не делай этого! Мастер. Гарру пробил Геннессона сквозь и вырвал его ядро, которое обеспечивало ему жизнь. Идет радиоактивный дождь из-за ядерных взрывов на небе, которые Бласт запечатал в другом измерении. Но не сразу, из-за чего и идет дождь. На поле битвы возвращается Сайтама, который увидел то, что Гарру сделал с Геннессом. В его глазах гнев и ярость. Он серьезен, как никогда. Хе-хе. Кажется, ты немножко опоздал. Ты же тот самый парень! Не приближайся! На, держи! Гарру кидает Сайтаме ядро Геннесса, которое он вырвал из его груди. Сайтама смотрит на бездушное тело своего ученика. Геннесс. Сайтама вспоминает, как Геннесс говорил ему, что он всегда вовремя появляется, когда необходимо. И что, наверное, это и значит для него быть героем. Но он ответил ему, что нет. Обычно он приходит поздно. Неужели у меня действительно есть... Геройская интуиция? Конечно, это не так. Сайтама в гневе применяет убийственную технику из серии серьезных. Гарру применяет режим Сайтамы и скопировав его серьезный удар, отвечает ему тем же. Два серьезных удара. Бласт видит энергию, которая исходит от этих двоих. И понимает, что сила этих ударов уничтожит Землю. А вот что произойдет дальше, мы узнаем лишь через две недели в следующей главе. Надо отдышаться! Потому что это просто взрыв мозга. Это самая лучшая глава из всей манги. 10 из 10. Это мое личное мнение. Своим мнением вы можете делиться в комментариях. Друзья, вы понимаете, что только что произошло? Потому что лично я в шоке. Гарру убил Геннесса! Да как такое вообще возможно? Я до сих пор не могу в это поверить. Он расфигачил его голову. Вырвал его ядро. То есть, он просто уничтожил его. Что же будет дальше? Сможет ли Гарру ударить серьезным ударом с такой же силой, как и Сайтама? Или же их удар будет равным? Что будет с планетой? Ведь, как говорил Бласт, они ее уничтожат. Скорее всего, Бласт перенаправит их удар в другое измерение. А вот если честно, не похоже было, что Бласт собирается это сделать. Остается наш старый добрый Борос. Конечно, не старый, но все-таки это Борос. И остальные защитники вселенной. Которые и перенаправят удар Сайтама и Гарру в другое измерение. А вот представьте масштаб этого взрыва. Два серьезнейших удара. Я до сих пор не могу поверить, что Гарру сможет скопировать удар Сайтама с такой же силой. Ибо Сайтама сам решает, с какой силы он будет бить. И его серьезный удар будет намного сильнее, чем у Гарру. Конечно, если их удары не направят в разные стороны. Что, вероятнее всего, и произойдет. А еще, возможно, Сайтама этим серьезным ударом выбьет из Гарру божественную силу. И тот придет в себя. И поймет, что он натворил много чего плохого. Будет молча сидеть, пока все герои, включая Бласта, будут пытаться его добить. А Сайтама остановит их, так как он уже человек. Это приблизительная версия к вебманге Вана. Произойдет ли так? Не знаю. Маловероятно, если честно. Ибо Мурата здесь такое натворил, что может изменить весь сюжет вебманги. До этой главы я думал, что все потихонку происходит как в вебманге Вана. Ну, не учитывая, что Мурата добавляет что-то от себя. Но в итоге все шло к источнику. Но сейчас... Я не уверен. Мурата просто подглядывает туда, как на черновик. А тут у себя делает, что вздумается. Что, конечно, нас очень радует. Я никогда не ждал новую главу так сильно, как сейчас. Мне просто не терпится узнать, что там будет дальше. Неужели Геннесс и вправду умер? Да, это правда. И мы должны с этим смириться. А вот сможет ли он восстановиться? Тоже да. Ведь мы не раз уже видели разобранного Геннесса. Да, конечно, голова и жизнеобеспечивающее ядро было при нем. Но все-таки, я думаю, что Мурата не может вот так лишить нас одного из главных героев. Доктор Кусена восстановит Геннесса. А вот будет ли это тот самый Геннесс? Тоже, скорее всего, да. Так что, можете вздохнуть спокойно. Или нет? Возможно, Мурата посмотрел пару сезонов сериала «Игра престолов» и сошел с ума. И теперь будет неожиданно убивать главных героев. Друзья, вы просто посмотрите, что делает Кинг. В то время, как все герои валяются на земле в бессознании. Он прикрывает собой Тацумаки и Фубуки. Трусливый, притворяющийся герой С-класса Кинг. Жертвуя собой, прикрывает их. Он вам не трус. И с тех пор, как он встретил Сайтаму, он перестал притворяться героем. Он стал им! Это выглядит безумно круто. И от этой сцены у меня мурашки пошли. Взгляните, все герои, включая С-класс, валяются на земле. Кроме светового Флэша, который уперся об свой меч и держится, не теряя сознание. Какой же это эпичный момент. Нам показывают дух Флэша. И то, что он в разы превосходит остальных героев. Конечно, больше этого удивляет то, что Кинг все еще в сознании. Хоть и истекает кровью. Просто я не мог не поделиться с вами этим моментом. Что ж, как вы знаете, это был обзор 211 главы манги One Punch Man. Знаю, знаю, знаю. Когда выйдет озвучка этой главы? Очень скоро, друзья. Если не сегодня, то завтра точно выйдет. Если хотите поддержать меня донатом, ссылка для доната будет в описании и в закрепленном комментарии. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Огромное всем спасибо за поддержку. Ну а с вами был Аниманго. Всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует...